Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам одну интересную и поучительную историю. Дети знают лишь то, чему их учат. У них мало собственного опыта. Вот и получается, что основу для будущего ставят воспитывающие их родители. Поэтому родители должны расширять свой кругозор, чтобы было чему учить детей. Однажды отец хотел обучить своего сына жизненным урокам. Просто он хотел показать, что они хорошо живут, и решил отвезти ребенка на ферму. Отец думал, что эта поездка научит сына ценить то, что у них есть, и сделает его более целеустремленным и предприимчивым в будущем. Прочитайте всю историю и поймете, насколько сильно ошибся отец мальчика, когда его план не сработал. Мальчик сравнил их дом с фермой, но пришел к совершенно неожиданным выводам. Его отец всю жизнь трудился, чтобы заработать капитал. Мужчина начал все с нуля, но он хотел, чтобы его сын просто увидел это, и чтобы ему самому не пришлось проходить через все тяготы. Мужчина хотел, чтобы сын понял огромную разницу между бедными и богатыми. И вот однажды он решил отвезти сына к одной бедной семье, чтобы сын увидел, как они живут. Они провели в семье у бедных несколько дней и ночей. Мальчик трудился, рано ложился и рано вставал, не пользовался телефоном и компьютером. Когда они ехали обратно, отец спросил сына, понравилось ли ему все это. «Пап, это было здорово», – ответил мальчик. Отец был рад такому ответу. «Ты увидел, как живут бедные?» – спросил отец, думая, что мальчик начнет рассказывать о том, как же хорошо они живут, в отличие от бедных. «Ах, да», – сказал сын. «Так что же нового ты узнал для себя?» – спросил отец. Сын ответил. «Я увидел, что у них четыре собаки, а у нас одна. У нас бассейн длиной в четыре метра, у них бескрайний ручей. Мы установили фонари в саду, а у них в небе горят звезды. Наш двор заканчивается воротами, а их двор не знает конца. У нас есть немного земли, у них же бескрайние поля. Вокруг нашего дома стены, которые защищают нас от врагов, а у них есть друзья, что тут же поспешат на помощь». Отец буквально онемел. В конце концов, эта поездка оказалась полезной и для него самого. Потом сын добавил. «Эта поездка показала мне, какие мы на самом деле бедные». Вы когда-нибудь задумывались над такими вопросами? Разве счастье – это материальное богатство?» У каждого из нас своя точка зрения. Нельзя упрекать других в чем-то, но думаю, что история этого мальчика будет и нам отличным уроком. Ему удалось разглядеть все самое ценное, что есть в жизни. Иногда нам всем нужно стать немножко детьми, чтобы принять окружающий мир таким, какой он есть, и забыть о стереотипах. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!